Девушки отдыхают Признать Ламонова Александра Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ в редакции Федерального закона номер 324 ФСА 3 июля 2016 года, и назначить его наказание в виде решения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере однократной суммы взятки в сумме 32 580 900 рублей. На основании статьи 48 УК РФ решить Ламонова Александра Николаевича специального звания полковник юстиции. Ламонов, вам понятие приговора? Закрыто судебно, до свидания. Обжаловать будем, в принципе, как бы считаю, приговор суда не такой уж и строгий. Но есть некоторые моменты, конечно, которые мы будем обжаловать. Скажите, вот вы сейчас с ним разговаривали, наверное, обсудили его, ну, скажем так, восприятие того, что прозвучало. Что вот он сейчас вам рассказывал и говорил? Ну, вы знаете, мы до сих пор под впечатлением, поэтому до конца еще не осознали данный приговор и будем обсуждать это все чуть позже. Ну, может, эти первые слова он сказал? Не согласен. Первые слова он выдохнул. Вот что было. Смотрите, Максименко назначили 15 лет решить за год. 13, по-моему. 15? 13. 15 прокурор запросил. Хорошо, 15 назначили. Вашему подзащитному 5. В чем такая глобальная разница? Я говорю, наверное, звезды сегодня так сошлись. Я не могу ответить на этот вопрос. Но прокурор тоже просил гораздо меньше. То есть какие такие полезные сведения сообщил Ламонов, что ему дали почти в 3 раза меньше? Я не знаю. По-моему, ничего такого полезного, чтобы как бы так отреагировали. Это надо у прокурора, наверное, спросить. Ну, как вы оцениваете? Он сотрудничал со следствием? Он? Ну, как, содействие какое-то, может, оказывал. Но у него же сделка. То есть сделку суд проверял. Значит, какое-то сотрудничество там было. Ну да, в чем заключалось это сотрудничество? Ну, я не могу вам озвучить, в чем заключалось. Ну, если это не показания на Дреманова, то это показания против Никандрова или кого-то еще? Нет, нет, нет. То есть достаточно было просто признание вины? Да, совершенно верно.